приятного аппетита друзья и удачных выходных дней сегодня субботний день я приготовила с утра вот такие замечательные ароматные пышные курнички друзья посмотрите какие они пышненькие мягенькие приготовление теста нам понадобится пачка сухих дрожжей столовая ложка сахара где-то 150 грамм воды и 2-3 столовые ложки мы высыпаем с вами наши дрожжи сахар все сыпучие теплая вода перемешиваем нашу смесь и добавляем сюда 2 3 ложки муки такая смесь у нас должна получиться друзья посмотрите все комочки мы должны разбить обязательно накрываем друзья полотенцем и оставляем где-то минут на 30-40 ставим в теплое место ждем пока подойдет опара для начинки друзья берем две картофелины больших вот таких вы на вашу усмотрение и одну луковицу почистили с вами картофель и луковицу и теперь нарезаем все кубиками нарезали на пластины и теперь их разрезаем на кубики посмотрите друзья как поднялась у нас опара мы сюда нашу опару добавляем чайную ложку соли чайная ложка соли добавляем растительное масло пол стакана посмотрите вот пол стакана растительного масла добавляем друзья 2 стакана муки и замешиваем наше тесто можно муки подбавить вот такое тесто друзья у нас получилось но мы его еще разочек ставим в теплое место укладываем вот в нашу емкость и в теплое место ставим где-то минут на 40-45 накрываем полотенцем теплое место пока наше тесто отдыхает поднимается то есть работает мы с вами займемся нашей начинкой помните у нас здесь картофель и лук нарезанный все кубиком друзья чайная ложка соли где-то 2 чай 2 столовые ложки оливкового масла я лью не лось наше тесто посмотрите какое оно воздушное мы его переносим вот сюда на нашу поверхность сейчас немножечко подмесим нежное тесто мягкое получилось посмотрите какое и раз еще разок повторяю друзья здесь у нас не яиц не сливочного масла не молока наше дрожжевое тесто на вас друзья посмотрите я делю наше тесто на несколько комочков вот таким образом я поставила нашу дают духовку нагреваться и мы с вами сейчас приготовим вот такие комочки я не режу уже на глаз формирую вот такие комочки сейчас мы немного дадим им настояться готовится друзья быстро мы берем с вами вы видите что я муку сюда не присыпаю потому что тесто у меня на растительном масле добавляла я в нашу опару половину стакана где-то растительного масла без сливочного масла без яиц повторяю все это тесто я предлагаю этот вариант вам приготовить посмотрите насколько тесто вкусное получается воздушное именно подходит для курников для пирогов где-то столовая ложка посмотрите посмотрите на свое усмотрение две столовые ложки и вот таким образом треугольнички делаем корнике иначе и вот посмотрите я вот так вот таким образом косичку вот такой косичкой еще закрываю наш корничек чтобы он был у нас красивый посмотрите вот такая форма косичкой посмотрите вот лепешки даже несколько не склеиваются замечательно мало муки начинка еще раз повторяю картофель лук и растительное масло и последний наш друзья курничек вот эти я сделала вот просто обычно три уголочки а этот как предыдущие закрутим вот таким образом у меня вот такой противень застелен уже силиконовым ковриком и мы отправляем нашу выпечку на противень духовка уже у нас разогрета на 180 градусов дорогие мои отправляем наши курнички духовку где-то минут на 30 что ж друзья давайте посмотрим как приготовились наши курнички ароматные пышные курнички друзья мы с вами испекли наши вкусняшки вот такие нежные мягкие пышные посмотрите получились у нас курнички я хочу друзей вам показать какой соус подходит вот для таких мягких нежных курников обратите внимание я сейчас разломлю его посмотрите нежная выпечка мягкая тает во рту я сделала майонез у наверно все хозяйки делают готовят майонез вот например три четыре столовые ложки майонеза где-то горсть клюквы посмотрите я все это перемешиваю и получается прекрасный пикантный соус вот такая вкуснятина друзья у нас получилось замечательные домашние курнички соусом из домашнего майонеза и клюквы готовьте друзья радуйте своих родных и близких замечательный ароматный вкусной выпечкой приятных вам выходных удачи и до встречи на канале новые горизонты